ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 молока. Это произошло в древней Болгарии. Молоко заливали в бурдюки из козьих шкур, а из воздуха в него попадали разные бактерии. В жаркую погоду бурдюки перевозили на лошадях. Молоко постепенно перемешивалось и сквашивалось. Так получался очень вкусный кисломолочный продукт, который впоследствии назвали йогуртом. Сейчас йогурты делают на молочных заводах, а полезные бактерии, которые помогают сквашиванию, назвали в честь Болгарии лактобацилус булгарикус. Йогурт очень полезен для здоровья. Он укрепляет иммунитет и помогает работе кишечника. Спасибо, тётушка Матильда, за интересный рассказ. После того, как полезные бактерии превратили молоко в йогурт, можно добавить в него разные вкусности. Ну, там, джем или ягоды. А потом всё разлить по коробочкам. Это делается на специальных конвейерах, в которых почти ничего не увидишь. Так нужно, чтобы ничего лишнего в баночки не попало. О, теперь я понял, что значит стерильно. Вот такой он йогурт-невидимка. Увидеть его можно только, открыв одну из коробочек. Рекомендую, друзья. Вкусно и полезно. На этом я с вами прощаюсь. С вами был корреспондент Зубок. До свидания, ребята. По секрету всему свету мы, друзья, расскажем всем, что откуда происходит, почему, когда, зачем. На любой вопрос ребятам мы ответ найти спешим, потому что всё на свете непременно знать хотим.